Ре. Вис Этерс Ирте. Балтейский покер. Во что играет Путин. Премьера на главном польском телеканале ТВП-1. Почти час эфира и львиная доля времени о Латвии. Фильм на пальцах объясняет. 9 мая Рига становится маленькой Москвой. Латвия живет под гнетом пропаганды Кремля, является слабым звеном НАТО. И при случае может стать следующей целью Владимира Путина. По Латвии проехались уроженка Далгов, Пилсасандра Ужилэффонс и полячка Ивона Пареда-Лакомска, режиссер фильма. Идея и деньги от бывшей латвики, все остальное от Пареда-Лакомской. Раньше мне казалось, что Балтия не в опасности, что все это далеко, что гибридная война это сюрреально. Но после разговоров с героями и экспертами фильма я поняла, мы многого не знаем. Мы не знаем, насколько сильно влияние России в Литве, Эстонии и Латвии. И люди боятся за свою независимость. Впрочем, боятся в фильме не все. По просьбе нашей съемочной группы кино посмотрел Андрис Пруц. Глава Института внешней политики Латвии свободно владеет польским языком. Итог к кино не приводит экспертов в восторг. Напряжение в латвийском обществе есть, как и две общины. Но это лишь одна сторона медали. Польша интересует, не интересует детали каждого русскоговорящего человека. Здесь они хотят показать одну такую доминирующую парадигму, вектор конкретной ситуации. Тем более, конкретный день 9 мая. Польша тоже член НАТО. Балтийские страны члены НАТО. И что Польша заинтересована, что здесь будет происходить. Посмотрел фильм медиа-эксперт и профессор Рижского университета имени Страдания Сергей Круг. Оценка неот. Фильм начинается с фразы о том, что в Латвии действует более 100 прокремлевских организаций. И затем мы не видим ни этих организаций, ни доказательств того, что они ведут здесь какую-то пророссийскую или прокремлевскую деятельность. Но фильм нагоняет страх. Просто нет последовательности. Почему тогда с одной стороны риторика кухни, с другой стороны официальные лица. Пабрикс выступает, бывший посол Эстонии в России. Так или иначе, оба эксперта сходятся в одном. Польский фильм похож на работу Балтийского центра журналистских расследований «Рыбалтика. Генеральный план» — картину о российской мягкой силе в странах Балтии.